В эфире телеканала CBC передача экономика дня. Я ее ведущий Фуан Байрамов. Здравствуйте. Сегодня будем говорить об агропарках. В Азербайджане подобные современные комплексы достаточно широко представлены. Отметим, что 20 апреля президент Ильха Малиев принял участие в открытии двух новых агропарков в Гаджигабуськом районе страны. Один из них открыл Азерсун Холдинг. Более подробно о технических аспектах и практической пользе агропарков мы поговорим с заместителем генерального директора по сельскому хозяйству компании Азерсун Холдинг Эльдаром Адельзаде. Господин Адельзаде, спасибо большое, что пришли к нам в студию, что приняли участие в нашей передаче. Спасибо, что пригласили. Вот как раз вступительной речи я говорил о том, что компания Азерсун открыла свой новый агропарк. Могли бы вы подробнее рассказать? Ну, агропарк... Сначала хотелось бы отметить вообще, что такое агропарк, чем он занимается. Наш агропарк охватывает спектр действий. То есть, агропарк будет, открытие которого посетил президент, будет заниматься выращиванием растений. Эти растения будут в дальнейшем направляться в качестве корма для животных. Животные будут по нескольким направлениям. Есть у нас несколько направлений развития животноводства. Это молочное направление, направление родительское стадо, когда мы будем выращивать молочных коров, которые будем в дальнейшем продавать. И мясное направление. То есть, если говорить о нашем агропарке, он охватывает всего, в данный момент там находятся 2000 коров марки Хольштейн. Из них 1500 являются несущими. Мы планируем, то есть, достаточно хорошие показатели у нас по УДОЮ. И, ну, вкратце, если говорить, вот так. Господин Андрей Задов, вы отметили, что 2000 голов, они, скорее всего, импортируемые? Ну, порода Хольштейн, она иностранная порода, это немецкая, голландская порода. Она является лидером в области УДОЯ. Но я упомянул, что одним из направлений агропарка является то, что мы будем продавать, это использовать в качестве родительского стада. То есть, мы будем продавать новых телят для фермеров, которые хотят заниматься производством молока. Плюс того, что мы будем продавать, будет у нас родительское стадо, это то, что следующее поколение вот этой породы, она, эта порода, порода выращена была в Северной Европе и приспособлена для более низких температур, не для такой экстремальной жары, как у нас бывает летом. Поэтому плюс, скажем, один из плюсов этого агропарка, это то, что следующее поколение коров, которые будет выращены на этой ферме, в том числе вот этой молоконесущей породы Хольштейн, которая отличается большими УДОЯми, они будут приспособлены уже к нашим климатическим условиям, и будут легче переносить наши погодные условия, в том числе вот эту вот жару, которая у нас бывает летом. Прекрасно, я хотел бы поговорить более подробно о технических, практических аспектах агропарка. Каким образом они, во-первых, влияют на региональное развитие и в том числе на экономику страны? Ну, как я сказал, что агропарк занимается не только одним видом деятельности. Суть агропарка, во-первых, охватить цепочку, всю цепочку действий, но в том числе и помочь окружающим фермерам и окружающим регионам. То есть отличие, скажем так, агропарка от обычного коммерческого предприятия, которое занимается сельским хозяйством, это то, что агропарк дает возможность окружающим его живущим и производящим сельхозпродукцию вокруг него фермерам перерабатывать свою продукцию. Он может покупать продукцию у фермеров, которые живут в этом регионе, перерабатывать ее и в дальнейшем продавать. То есть цепочка производства на нашем агропарке, как я сказал, мы выращиваем, у нас есть растеневодцы, мы выращиваем пшеницу, ячмень, клевер, кукурузу. Эти растения в дальнейшем направляются в качестве корма для коров, как я сказал, три направления коров. Навоз, получаемый от коров, возвращается в качестве удобрения, используется на, опять-таки, на вот этих землях, то есть получается какой-то такой замкнутый цикл. Внутренняя экосистема, так сказать. Да, в том числе определенные продукции, растения и молоко закупаются и у окружающих фермеров. То есть таким образом мы не только нацелены, а агропарк, он нацелен не только на то, чтобы получить определенную прибыль вот с этого предприятия, а в том, чтобы и помочь окружающим его фермерам, окружающему региону. То есть польза от агропарка на этот регион будет заключаться в этом. То есть это создается определенная инфраструктура, которая поможет окружающим фермерам, окружающим производителям, мелким, средним производителям сельхозпродукции войти в цепочку производства и переработки сельхозпродукции. Господин Андельзаде, в целом агропарк это, насколько я понял, достаточно фундаментальное такое предприятие больших масштабов с большим объемом производства. Также вы с вами сказали, что агропарки стимулируют рост регионального развития, в том числе и оказывают помощь фермерам. Но хотелось бы поговорить о выходе новых фермеров на рынок. Насколько сложно в данный момент фермерам выходить в сферу сельского хозяйства? Ну, я бы не сказал, что сложно выходить, но, опять-таки, говоря о сельском хозяйстве, можно упомянуть, скажем, кто-то может выйти на рынок, скажем, сельского хозяйства с продукцией, которую он собрал с дерева, который растет у него в огороде. То есть тут, понятное дело, особо, наверное, трудность единственная будет в том, что как продать. Можно самому посадить, вырастить, опять-таки, то есть это будет чуть-чуть более сложный процесс. Можно самому произвести, переработать и продать. Тут уже начинаются определенные сложности. Агропарк, в том его и преимущество, что он позволит, например, если кто-то производит, мы сказали, что в качестве кормов используется пшеница, кукуруза, клевер, ячмень, позволит фермерам, живущим вокруг аквапарка и производящим такую продукцию, продавать эту продукцию агропарку. Агропарк, вот эта цепочка, которая создана в агропарке, позволит производителям молока, которые живут вокруг этого агропарка, покупать у них молочную продукцию, перерабатывать и выносить на рынок. То есть, если говорить о легкости входа на рынок, то есть, если вы фермер и в вашем регионе находится подобный агропарк, то да, вам, наверное, будет более легко вписаться в цепочку производства сельхозпродукции и выйти таким образом на рынок. Ну, я думаю, я ответил на вопрос. Говоря о сфере сельского хозяйства, достаточно известный факт, что производство сельхозпродукции не отличается высокой маржинальностью. Но при этом агропарки у нас, в стране, достаточно широко представлены. И вот мы видим на примере Гаджигабульского района, что они продолжают открываться, то есть, данное направление развивается. Могли бы вы подробнее рассказать о бизнес-процессах внутри агропарков и почему они как раз-таки оказываются наиболее перспективными с точки зрения выгоды. Одним из преимуществ агропарка, который я не упомянул, например, это то, что мы имеем возможность, агропарки имеют возможность привлекать лучших в мире экспертов, лучшие технологии в этой области. То есть, в том числе, кроме того, что мы привлекаем эти технологии, кроме того, что мы привлекаем экспертов, экспертизу в этой области, мы делимся этим и с фермерами. То есть, планируются определенные тренинговые центры, которые будут обучать мировым наилучшим практикам фермеров, которые смогут в дальнейшем у себя тоже использовать вот это. То есть, если говорить о маржинальности, да, ну, это и поощряет и подталкивает производителей быть более эффективными. Преимущество агропарка в том, что можно сделать процесс наиболее эффективным. То есть, если, скажем, мы возьмем обычного фермера, у которого на приусадебном участке несколько коров, которые гуляют по окружающей территории, из которых он в день берет 5-7 литров молока, агропарк не может или коммерческое, большое крупное коммерческое предприятие не может позволить себе такую роскошь, иметь такой маленький надой. Когда вы закупаете несколько сотен, несколько тысяч коров, вам нужно держать надой выше 30 литров. То есть, вы уже, даже меньше 30 литров, вы уже становитесь нерентабельными. То есть, преимущество таких агропарков, таких структур в том, что вы повышаете свою эффективность, повышаете свою эффективность, вы в том числе и делитесь знаниями с окружающими вас фермерами, которые тоже, в свою очередь, смогут улучшить свою эффективность, и, соответственно, это улучшит их, ну, скажем так, уровень жизни. То есть, если, опять-таки, как я сказал, у фермера на участке коровы, которые пасутся и дают им там, условно говоря, меньше 10 литров молока, если он приобретет определенные знания, будет, войдет в цепочку агропарка, приобретет определенные знания, он сможет получать со своих коров намного больше, получать, продавать больше и зарабатывать намного больше. Буквально каждый нюанс имеет значение. Да. Это мне так кажется. Если говорить о водоснабжении, то есть, это как один из направлений по бизнес-структурированию агропарков, в целом водоснабжение и водообеспечение – это очень важная сфера государственного значения. С этой точки зрения хотелось бы узнать, какие растительные системы используются в агропарках, какие из них наиболее оптимальны с этой точки зрения. Ну, вы сами знаете, я упомянул породу Хольштейн, европейскую, большинство регионов Азербайджана не отличается особым, скажем так, дождливыми периодами. То есть, у нас достаточно засушливый климат, поэтому нам приходится использовать системы искусственного орошения. В основном это системы пивотов, так называемых системы дождя. То есть, да, огромную роль в данном вопросе, в повышении эффективности растениеводства играет орошение, играет применение вот этих систем искусственного орошения. Какую уже из них использовать? Использовать ли систему пивотов, использовать ли систему капельного полива, это уже зависит от определенного вида растения, который вы собираетесь там выращивать и так далее. То есть, в определенных случаях бывает более выгодным использовать систему капельного орошения, который точечно подает вот эту капельную воду прямо в корень, скажем так, растения. Определенные растения подходят под такую систему орошения. Но в определенных случаях бывает нужно использовать систему пивотов, когда что-то похожее на искусственный дождь, когда крутится вот этот аппарат, из которого происходит, так скажем, что-то вроде маленького фонтанчика, который напоминает дождь, и происходит полив вот этой территории. Это, по-любому, это более эффективно, чем если, скажем, опять-таки сравнивая с обычным фермером, который возьмет, скажем, шланг и будет поливать свой приусадебный участок. То есть, ну, опять-таки, для каждого конкретного случая применяются здесь свои методы, использовать ли систему капельного орошения, использовать ли систему вот этого пивотного орошения. Это все зависит от того, что вы собираетесь на этом участке выращивать. Спасибо большое, Адрес. Вы уделили большое внимание повышению эффективности и назвали это одно из самых важных направлений, на чем работает агропарк для повышения своей маржинальности. Что у нас в данный момент в мире вообще? Какие тенденции преобладают для повышения эффективности производства, в том числе, как вы считаете на данный момент, есть ли к чему стремиться, есть ли новые технологии, которые необходимо интегрировать? Да, конечно, очень много в мире происходит большие изменения, в том числе и в области сельского хозяйства. Каждый год происходят определенные изменения, повышается эффективность, огромная конкуренция как внутри стран, так и между странами. В большинстве стран сельское хозяйство является отраслью, на которую государство обращает наибольшее внимание, потому что в данном поддерживать сельское хозяйство государство поддерживает не просто местного производителя, в том числе и местного производителя, но также государство поддерживает, скажем так, свою пищевую безопасность, назовем это так, в том числе государство помогает увеличивать и сохранять рабочие места. Потому что, наверное, в подавляющем большинстве стран мира, если только исключить, наверное, какие-то, может быть, города-государства и слишком урбанизированные страны сельское хозяйство является основным наверное местом где работает наибольшее количество людей то есть помогая эффективность в этой области она она помогает не просто обеспечить местный рынок местной продукцией и скажем так увеличить пищевую безопасность страны заместить импорт заместить его местными продуктами это также еще помогает сохранить увеличить рабочие места сельских регионах господин адель задаем касаясь производимых в агропарках продукции во-первых насколько высоко их качество из и соответствует ли они стандартами европейского союза что мы знаем что европейские союзы очень щепетильно относятся к продукции которые они импортируются свои страны не только на территории агропарков вообще продукция который производится в азербайджане в большинстве случаев наверно ну не могу говорить за всех но наша продукция которая продукция которая производится в азербайджане она отличается своим высоким качеством но к сожалению главным препятствием на пути экспорта в европейские в том числе вот вы упомянули европейские страны является наверное не качество нашей продукции отсутствие определенных сертификатов то есть очень многие местные производители производя продукцию они не занимаются вопросами сертификации своей продукции то есть продукция достаточно хорошего качества но из-за того что нет у местного производителя он очень мелкий у него нет определенных сертификатов он не можете вывести на международный уровень у азерсон холдинга есть необходимые сертификаты мы свою продукцию можем то есть речь идет о сетях и и со 22000 и хасп и так далее то есть мы можем у нас есть определенные сертификаты которые требуются для выхода на в том числе европейские там иностранные развитые рынки но основным препятствием для выхода на и в том числе вот европейские развитые рынки является наверное больше отсутствие вот этих сертификатов чем качество азербайджанской продукции потому что опять-таки качество нашей продукции производ продукции производимой в азербайджане достаточно высокая по всем стандартам очень часто соответствует мировым требованиям но встает вопрос то что у многих в основном мелких фермеров отсутствует вот эти вот сертификаты которые позволили бы ему вывести свой продукт на международный уровень экспортировать в том числе вот вы упомянули европейский союз экспортировать в европу господин андельзады вы также ранее отметили что в агропарках существует некая некая экосистема то есть замкнутая цепочка но при этом вы также сказали что вы работаете с фермером который существует в этом регионе где находится агропарк мне хотелось бы узнать нашу передачу смотрит достаточно большое количество предпринимателей которые заинтересованы постоянно находить новые пути для развития какие направления вы считаете наиболее перспективными для предпринимателей для фермы для фермеров для в плане сотрудничества с агропарками то есть как они могут сотрудничать по каким направлениям и что они должны для этого делать но я думаю фермеры могут сотрудничать не только с агропарками но если речь идет о конкретно нашей компании об азерсун то азерсун начиная с 2006 2007 года закупает очень много продукции местных фермеров это речь идет и о свекле о сахарной свекле речь идет о молоке сыром молоке который затем перерабатывается то есть я бы сказал что местным фермерам да им наверное очень выгодно очень удобно когда рядом недалеко от них находится агропарк куда они смогут сбывать свою продукцию но мы как занимались этим с как я сказал что он достаточно давних пор так и продолжаем так и про у нас есть большие планы по увеличению своих скажем так мощностей отраслей которые будут закупать по построению вот таких схем когда мы будем не просто сами производить от начала до конца но покупать поощрять местное производство покупать у местных фермеров продукцию перерабатывать ее и выносить на рынок также я хотел мы с вами до передачи не успели немного поговорить вы сказали что в основном агропарки они нацелены на импортозамещение то есть нацелены на местный рынок на азербайджанский но скорее всего некоторая продукция она экспортируется я хотел бы узнать опять же у вас в не только мы будем говорить про агропарки а в целом про сельское хозяйство какие какое направление во первых наиболее выгодно с точки зрения экспорта своей продукции в какие страны на азербайджан поставляет свой продукт в плане импортозамещения да я абсолютно верно что производство на скажем в агропарке она более эффективно соответственно больше продукции с наибольшей низкой ценой может быть выпущена продукция становится конкурентоспособной не просто конкурентоспособной с местными другими похожими но из привозимой с импортируемой продукции это первое а во вторых вы абсолютно правильно сказали что мы можем и экспортировать также и плюс агропарка в том что когда вы как я сказал когда местный фермер производит пусть даже достаточно высокого качества продукцию у него нет определенных сертификатов у него нет многих факторов которые благодаря которым он мог бы вывести продукцию там упаковки и так далее он не может не в эти сертификаты у него нет упаковки упаковки которая бы соответствовала стандартам другой страны или он производит но не может ее переработать довести до конечного продукта который бы можно было экспортировать плюс вот агропарка я бы не сказал что основная цель агропарков именно вывести свою продукцию на экспорт ну да это конечно является очень полезным очень нужным направлением но основной наверное плюс агропарка это то что когда создается такая цепочка такой цикл производства увеличивается эффективность и вы становитесь конкурентоспособными то есть не только вы а и окружающие вас фермеры помогая им вы делаете их конкурентоспособными то есть он может легче продать свою продукцию вы ему помогаете становиться более эффективным он за становится более эффективно может производить больше больше производится более эффективно продукт становится более конкурент конкурентоспособным опять не только с импортируемым в нашу страну продуктом, но и также более конкурентоспособным, если мы выведем его на экспорт. То есть цикл, который замыкается в агропарке, то есть производство внутри агропарков, оно помогает как в импортозамещении, так и помогает сделать более эффективными и конкурентоспособными для того, чтобы вывести товар на экспорт в зарубежные страны. Если говорить о направлении, в какие страны, я думаю, рынки сбыта, они постоянно открываются, новые рынки сбыта. У нас мир сейчас, вы видите, достаточно быстро все меняется, как опять-таки мы с вами до начала разговора говорили, до начала эфира, что очень много изменений происходит. Какие-то страны вводят против других стран санкции. В этих странах возникает потребность в определенной продукции, которую они раньше покупали из других стран, теперь из-за санкций они их не могут покупать, либо не хотят покупать. То есть постоянно открываются новые рынки сбыта. Постоянно появляются новые возможности. Поэтому, наверное, трудно сейчас сказать, что да, вот какие-то вот одна-две страны являются. То есть надо, наверное, смотреть на более глобально, на все страны. И, естественно, надо смотреть с той точки зрения, что в каких странах какие продукты производятся. То есть если, элементарно говоря, я возьму, например, самый такой банальный пример, Польша, которая знаменита производством яблок. То есть если какие бы у нас ни были хорошие, эффективные яблоки, мы не сможем их продавать в Польшу, потому что Польша один из крупнейших производителей и экспортеров яблок. То есть когда мы выбираем страну, мы выбираем направление, куда бы мы хотели экспортировать свой продукт, надо учитывать многие факторы, надо учитывать и то, что производится внутри этой страны, насколько мы сможем быть конкурентоспособными с местной продукцией, насколько мы сможем быть конкурентоспособными, если даже нет местного производства, с товаром, который завозится из других стран. То есть тут возникает очень много факторов. И опять-таки нужно смотреть более широко, как я сказал, ситуация достаточно быстро меняется с каждым днем. Наверное, надо просто держать эти все моменты под пристальным вниманием, чтобы не упускать выгод, которые могут возникнуть и в области экспорта. Действительно, с вами соглашусь, наверное, самое важное в бизнесе это изучение рынка, без знаний, что и как происходит в этом рынке, то есть сложно выходить куда-либо или что-то либо поставить. Абсолютно верно. Если говорить о будущем, какие в данный момент вызовы и какие перспективы существуют в сфере агропарков? И попрошу вас в контексте Азербайджана, а также в контексте мира. В контексте Азербайджана, наверное, основные... Есть определенные свои проблемы, касаясь Азербайджана. Есть определенные преимущества, которые есть у Азербайджана. Есть определенные продукты и направления сельского хозяйства, которые у нас просто благодаря каким-то климатическим, природным нашим ресурсам, где мы имеем преимущества. То есть, если брать именно Азербайджан, то я бы не стал ограничивать, что именно агропарками наше сельское хозяйство, что именно в каких направлениях агропарки могут, скажем так, помочь. Надо смотреть, наверное, более глобально, вообще в целом на сельское хозяйство, где, как, какие продукты. Что касается, какие вызовы, наверное, основной вызов, который вообще везде в мире стоит перед сельским хозяйством, это конкурентная способность, повышение эффективности, в том числе и в Азербайджане. Как я сказал, во многих странах очень многие отрасли сельского хозяйства являются дотационными, они субсидируются из государственного бюджета, просто потому что государство не хочет терять те рабочие места, которые существуют в сельской местности. И в Европе, в развитой Европе, и в развитой Америке многие отрасли сельского хозяйства являются субсидируемыми, дотационными. Вызовы в сельском хозяйстве – это то, что сейчас из-за того, что мир становится глобальным, производя любую продукцию, вы конкурируете не просто с вашим соседом, который в соседнем районе или даже в соседней стране производит прохожую продукцию, а вы можете даже конкурировать с производителем, который на другом континенте производит подобную продукцию, и вам приходится конкурировать с ним. Основной вызов – это, наверное, я бы сказал, увеличение эффективности. Ну, когда вы, если вы, опять-таки, момент, учитывая глобализацию, которая происходит, приходится конкурировать не только с соседями, но и со всем миром. Господин Андерезаде, вот вы сказали про дотации субсидирования. В Азербайджане также активно проводится программа по льготному кредитованию фермеров. И если ссылаться на число, то там сразу видно, насколько положительно сказываются на развитии сельского хозяйства эти меры. В том числе есть еще и налоговые льготы. И вот я раз хотел узнать, насколько положительно влияет, с учетом того, как вы сказали, агропарки тесно сотрудничают с фермерами. Как это влияет на агропарки? Это также влияет на их развитие и каким-либо образом сотрудничества? Потому что появляются новые фермеры, выходят на рынки с новым оборудованием. Вот каким образом это влияет? Ну, я бы сказал, да, это, конечно же, влияет. Это имеет большую роль и налоговые льготы, и разные кредитные программы, когда особенно в области сельского хозяйства есть разные кредитные программы, которые позволяют получить кредит на развитие и так далее. То есть это, конечно, играет огромную роль. Ну, в целом, я бы, наверное, сказал, что играет огромную положительную роль, но опять-таки одними, скажем так, ну, я бы так сказал, это и кредитование, и налоговые льготы, они играют огромную положительную роль. Но есть много и дополнительных мелких факторов, которые также играют роль. Ну, элементарно, то есть, вот и раз уж сегодняшняя наша тема агропарки. То есть спрос на определенную продукцию в разное время года может быть разным. Вы производите какую-то продукцию, сейчас есть спрос, через несколько месяцев нету, а у вас эта продукция накопилась на руках. Поэтому становление вот таких вот агропарков, которые, как я сказал, помогают закупать и перерабатывать, хранить, перерабатывать вот эту продукцию, оно играет положительную роль. В том числе, то есть, наверное, развитие с учетом переработки. То есть агропарк, в том числе и наш агропарк, не будет просто закупать и перепродавать эту продукцию. То есть агропарки закупают, перерабатывают продукцию, что переработка увеличивает срок, скажем так, продолжительность, когда вы можете продать эту продукцию. Вот это наличие вот этих факторов. Да, очень хорошо, что есть кредитование, налоговые льготы, но положительное влияние в том числе и в таких агропарках в том, что оно помогает, покупает у окружающих фермеров, помогает закупить, переработать, добавить определенную добавочную стоимость на рынок и вытащить этот продукт тогда, когда нужно. Сохранить его, может быть, до определенного, обеспечить более ровную продажу, исключить возможность, когда произвели вы продукт и весь свой продукт выбрасываете на рынок и вынуждены, возникает невероятная конкуренция, потому что снижается цена, потому что за этот период этот продукт требуется не сегодня или, скажем, в течение одной недели, а он будет требоваться в течение нескольких месяцев. То есть помогает решить вот такие вот проблемы. Господин Андрей Зады, позвольте вам задать последний вопрос, потому что, к сожалению, наш эфир заканчивается. Про освобожденные территории. Я понимаю, что в данный момент, может быть, пока рано говорить, это более какой-то теоретический вопрос, но как раз-таки я хотел узнать и ваши мысли по этому поводу. Как вы считаете, что можно было бы делать на освобожденных территориях в плане развития подобных современных комплексов, агропарков? Ну, на освобожденных территориях очень богатые, они богатые, там различные климатические зоны, очень хорошая почва. Все это должно исследоваться, то есть вряд ли, наверное, я сейчас могу вам сказать, что какой-то один, два, три продукта мы планируем или вообще там желательно выращивать. Наверное, ответ на этот вопрос будет найден после того, как определенные, назовем их, инвесторами, которые захотят войти и вложить там в развитие сельского хозяйства определенные средства, они изучат ландшафт, изучат почву, изучат климатические условия определенного региона, определенной земли, наличие водоснабжения и так далее. То есть после всего этого, наверное, можно будет уже говорить о том, какая продукция, где возможно будет выращивать. Но учитывая, что наш президент декларировал, что будет особое внимание уделено этим территориям, в том числе то, что он объявил о том, что будет уделено огромное внимание развитию зеленой энергии. То есть намечать я ожидаю большого роста, и я думаю, будет не просто рост, и большой рост, и большой рост именно более экологически чистой, скажем так, более экологически чистого производства. То есть внедрение зеленой энергии, внедрение определенных передовых технологий и так далее. Со всем этим, я думаю, на этих территориях будет развиваться в том числе и сельское хозяйство. И я уверен, будет развиваться достаточно эффективно и достаточно, скажем так, полезно не только для этих территорий, для всей страны. Спасибо большое, Адей Задей, спасибо большое, что приехали к нам на телеканал, что приняли участие в нашей передаче и ответили на такое большое количество вопросов. Спасибо большое, Фуад Байрамов. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо. А я напомню нашим телезрителям, что они смотрели передачу «Экономика дня» на телеканале Си-Би-Си. Велую я, Фуад Байрамов. Говорили мы об агропарках, обсуждали технические и практические аспекты подобных современных комплексов. В студии телеканала Си-Би-Си находился генеральный директор, заместитель генерального директора по сельскому хозяйству компании Азар Сун Холдинг, Эльдар Ализада. Всего вам доброго.